насколько это хорошо а насколько это хорошо центр который должен был бы деньги зарабатывать насколько он напрягает нас вы думаете что нас напрягает а давайте зайдем проверим напрягает и он нас тот самый замечательный центр индиго для взрослых и детей я расскажу про себя ну чтобы стало понятно во всем капиталистическом мире есть платная и бесплатная медицина я всегда с осторожностью относился к платной хотя с некоторого времени являюсь ее сторонником в чем разница с российской бесплатной медицины в чем в том что все идет по плану они ах как хорошая тема для тех кто ценит время вы знаете но о здоровье надо заботиться и как относится наше правительство к здоровью нации у меня возникают вопросы другой вариант про частную медицину мы уже не первый год и это уже другие вложения к слову частная медицина в конкурентной борьбе с типой бесплатной но поверьте лекарство как за бесплатно так и в частной клинике стоят денег и немалых то есть когда сумма от нескольких тысяч рублей начинаешь понимать что может проще к другому доктору я не противник медицинских учреждений я сторонник он их иногда в силу возраста молодежь зная английский и работая для души рулит а почему нет поверьте с моей болячкой часть меня это часть платной медицины но вопрос прост есть страховые а вы не знали можно напрячь и страховую вы же платите пусть они работают третий вариант а насколько это дорого в россии я не говорю что у нас все плохо нет по уровню онкологии мы в пятнашки лидеров не идеал но круче чем большая часть стран капитализма и теперь а именно платная медицина в россии и это не один год а по сути поколение выросла через платную в чем это плохо то к слову большинстве случаев в платной медицине вы увидите то что я в природе не видел вы видите все это своими глазами дети индиго магнитогорска как и взрослые получают обследование и лечатся на малость другом уровне чем то что представлено в бесплатных центрах я люблю советский союз но его уже нет а время не стоит на месте совсем не стоит и люди приходящие сюда они приходят в первую очередь за какой-то альтернативой это альтернатива тут есть некоторая концепция недостаточно нетривиальная обзовем ее так и вот эта концепция она может по-разному в общем то осуществляться относительно каждого пациента не будет у вас подхода однотипного даже при выполнении одной и той же процедуры разным пациентам она будет осуществляться абсолютно по разному в этом ключе можно говорить об уникальности и так определимся почему быстрее а вот почему а если времени пришел оплатил и решил вопрос вопрос нет то есть срок теперь какое лечение я был реально поражен я реально поразился как идет лучшая работа почему лучшая потому что лицо мастера вызывает большее удовольствие ему здесь хорошо ему или ей достойная и нормальная заработная плата и желание творить и почему интерес вот вы представьте чтобы вы пришли не в зону а на качественную свою работу как бы вы старались когда было бы все красиво я бы не покладал рук как это делают здешние доктора вы сюда пришли вам здесь нравится да мы здесь уже на протяжении трех лет мы довольны то есть вы довольны сложно конечно хотелось бы помощи вы понимаете находясь далеко не в двадцатке а на 143 месте в мире хочется чтобы государство это понимала хотя по количеству миллиардеров мы на пятой позиции я не понимаю почему доход не делится поровну то есть пятое место и 143 что-то как-то странно в королевстве в этом мы должны быть нереально круты так ли это но в области платной медицины мы в десятке лидеров взять к примеру то как мы работаем с мозгом ну так что вы поняли мы используем его ну максимум на десять процентов и грузим его не по-детски так сложно что иногда необходимы качественно другие исследования к слову те кто имеет опыт в 30 лет ну кто взрослый и молодежь так вот у молодежи и это перегруз с молодых корней они уже с детства окружены электронными устройствами это реальный перегруз или мы пинали футбол и катались на великах или сейчас решаем проблему используя большее качество которое есть в индиго теперь вопрос для взрослых потом как она прокатилась я часто бываю за границей так вот кризис это только у нас что такое кризис а для руководства это реальные проблемы причем как-то получается что семья а именно супруга это не понимает и вот тогда башка варится не по-детски где решаем опять в индиго в магнитогорске вот смотрите бизнесмены у нас сложная проблема давить да и вообще мы будем говорить о том что наша жизнь не является качеством удовольствия да кто-то бухает кто-то курит кто-то еще всякой гелибердой занимается а есть люди которые должны расслабиться как мы это можем сделать для них мы можем пригласить наш центр для того чтобы в комнате эмоциональной разгрузки провести прекрасное время прекрасное время что это такое это музыка это удовольствие какое оно удовольствие для человека то есть надо же объяснить что разгрузка необходима для вас она действительно необходима для каждого для каждого человека необходима разгрузка психоэмоциональная разгрузка особенно в наше неспокойное время она очень необходимо каждому особенно бизнесменам которые которые сталкиваются со стрессовыми ситуациями каждый день. Мы можем пригласить в комнату эмоциональной разгрузки к нам в центр и здесь уже предоставить такую услугу, как экспресс-отпуск. То есть за 30 минут, лежа в комнате, затемнение, присутствие легкого света, света лампочек, изображающих небо. И под музыку, которая подбирается индивидуально под каждого человека, мы предоставляем вот такую вот расслабляющую процедуру. Вопрос возникает, на сколько это дорого? Это 150 рублей стоит. Это какие-то бешеные деньги, я считаю, или нет все-таки? Я думаю, что у каждого найдутся такие деньги. Даже не нужно быть бизнесменом, чтобы найти 150 рублей для того, чтобы прийти и провести полный релакс для себя. Любимого. Ха-ха, что-то странные цены. Вот, вот, вот. Я про то. Я вначале не стал говорить. Но цены, да я бы посмеялся. Вот куда идти-то надо. И не говорите, что это дорого. Совсем недорого. Но такие условия в Индиго, в Магнитогорске. Нет очередей, нет и все. Врачи и персонал вас реально любят. Не верите? Ну поверьте, будут другие сюжеты. Будем говорить, и вы будете свидетелями того, что даже, даже, даже пенсионеры, российские получающие смешную до безумия пенсию, могут это сделать. И делают это. Потому что желание жить не отравить, не уничтожить. А сумму 150 рублей одолеет и пенсионер, и дитятко. Мне говорят, что это дорого. Насколько дорого здесь заниматься вообще? 150 рублей полтора часа. Это не дорого по сути? Это очень дешево. То есть мы говорим, что удовольствие у нас полные штаны. Удовольствие огромное. Просто наслаждение. От присутствия здесь, от тренировки. От нашего тренера Жаны мы получаем просто огромное наслаждение. А 150 это вообще бесплатно, я считаю. То есть мы говорим, что здесь дешевле, чем в других местах? Да, бесплатно считают. Практически? Она у нас благотворительность. Она у нас всякие занятия, во-первых. Каждый раз разные у нас. Один месяц там по йога женская, другая йога, понимаете? Всякие упражнения меняет, во-первых. Во-вторых, она нам по ходу уже занятий различен, ну не лекции, но беседы ведет. Как нам нужно молодиться, как нам нужно быть красивой, и стройно думать о себе, за собой как ухаживать. В общем, мы уже седьмой год ходим к ней с девочками. Седьмой год? Седьмой. Не торопитесь. Седьмой год вы пенсионер ходите? Да. У пенсионера, как правило, денег нету, по сути событий. Оказывается, есть? Ну, вы работаете некоторые еще. А, ну понятно. Но тебе не менее все равно хорошо. Нет, достаточно. Теперь про уникальность. А вы думали про цены? Нет, ребята, есть уникальные врачи. Почему уникальные? Потому что про свою зарплату они не думают. Вы бы хотели бы так работать? Я бы, да. Пришел, отработал и сделал идеал. Ну в чем это плохо то? И получил то, что нужно? Я не говорю про большие деньги. Мне тысячи долларов реально хватит. Я знаю, как спокойно жить в неспокойном мире. Может, они получают и больше, я не знаю. Но удовольствие на лице я-то вижу. Без этого никак. Вы не верите, а зря. Мы готовы вас пригласить. Просто посетите и, поняв лучшее качество и отменных докторов, все станет ясно. Просто зайдите и посмотрите. Вы же пенсионеры, да? Да. Пенсионеры у нас получают среднюю пенсию 150 долларов, да? Ну, у меня вот 13 с половиной тысяч. И все равно вы можете идти и... И вот вы знаете, я во всем себя ущемляю и иду сюда. Потому что я вот первый раз, сколько я встречаю врача, я первый раз встретила такого прекрасного, мудрого, доброго врача. До чего он грамотный. Вот это вообще... Я просто перед ним преклоняюсь. Он очень хорошо нас лечит. И вот вы знаете, я пришла очень больная. У меня было давление высокое. С сердцем проблемы были. Сон плохой был. И вот, пожалуйста, вот иглами вот лечились. И, пожалуйста, у меня наступило улучшение. Давление снизилось. И нет такого теперь, что вот я ночью встаю, по пять раз снижаю давление. И сон улучшился. Ну и вообще настроение совсем другое стало. И вам не нужно никуда бегать, потому что... Нет, я теперь вообще никому не хожу. Только сюда? Вот только сюда я теперь хожу. К этому врачу, которого вот я полюбила. До чего грамотный, умный врач. И просто вот дар божий, что ли, у него. Я не знаю. Вот очень все хорошо получается. Лечение просто прекрасно идет. Где и как располагается этот центр? Это реальная часть большего удовольствия. Переищение труда и советской. И это даже не другие медицинские центры. Некоторые хороши, но как найти? Здесь все просто и видно. Большая часть маршруток здесь. Траваное кольцо здесь. Все, что нужно для дома. Это хавка через дорогу. Все другое здесь. И машины, и ремонт. В смысле, ремонт квартиры. Что еще нужно? А нужно ваше здоровье, которое вам дарит центр Индиго-магнитки. Улица Советская, 195А. Господи боже мой. Когда такой центр окажется в моем районе? В районе вокзала? Потому что суммы, которые здесь присутствуют, меня лично заставляют смеяться, естественно. Представляете, идеальный вариант качественного отдыха. Качественный отдых. И давайте все-таки определимся. Я не сторонник очередей. Но иногда такое случается. Да, мне приходится с болячкой и все остальное. Но я бы желал, чтобы все наши заведения были бы такого уровня. И это было бы очень красиво. И для вас, и для меня.